Итак, всем привет, подписчики и зрители канала. Сегодня на обзоре у нас Jabbone Jambox Mini. У меня на обзоре, как вы видите, колонка черного цвета. Как только модель вышла, было достаточно большое разнообразие цветов. Это и синие, и красные, и фиолетовые, и зеленые, и голубые, и желтые, да и вообще все, что душе угодно. На данный момент найти новую, а тем более выполненную в ярком исполнении модель, мне не удалось. Яндекс.Маркет говорит, что модель снята с производства, а на Авито не так много предложений. От того, если вы заинтересовались этой моделью, стоит бежать на зарубежные площадки типа eBay, либо мониторить объявления на том же самом Авито. Как заявляет производитель, колонка совместима со всеми iOS-устройствами, однако если у вас Android-смартфон, скачав приложение, вы также получите весь набор функций. В принципе, все основные фишки и те функции, ради которых стоит покупать эту колонку, как раз-таки находятся в приложении. Это интересные голоса, которые можно поставить на эту самую колонку, ну и настроить уведомления. Колонка поддерживает опцию Pairing, что означает, если вы найдете вторую такую же колонку, их можно будет соединить, и у вас вместо монозвучания получится, образно говоря, стереозвучание. Так ли это необходимо, это другой вопрос. Дело в том, что колонка портативна и, соответственно, использовать ее в домашних условиях, именно как замена со сонарным колонкам не слишком-то разумна. Кстати говоря, касаемо автономности. Полностью заряженная колонка на средней, либо средней высокой громкости произведена за нуля примерно за 7-7,5 часов. Несмотря на то, что большинство функций вам дают использование приложения, к этому самому приложению достаточно много вопросов. Один из них, это, конечно, установка голосов. Выбирая понравившийся нам голос, мы хотим его воспроизвести, прослушать и выбрать, нравится он нам или нет. Нажимаем на Play, соответственно, у нас на смартфоне ничего не происходит. А все дело в том, чтобы прослушать голоса и применить их, и установить на колонку, нужно заходить на сайт Javbon, регистрироваться, скачивать это все на ваше устройство, будь то Mac или PC, подключать колонку через microUSB и уже потом закачивать этот самый файл в колонку, и вот только после этого у вас все голоса начнут воспроизводиться. Это жутко неудобно сделано, если же вы пошли, допустим, в путешествие и не позаботились об этом заранее, без национального компьютера, будь то ноутбука или чего-нибудь еще, поменять голос будет практически невозможно. Во всяком случае, так случилось и у меня. Теперь же, что касается звука, исследование, как говорится, не будет 100% объективным. Записывал я этот звук через фотоаппарат, тестировал я встроенные динамики у MacBook Pro 13 Retina и, соответственно, колонку Javbon Javbox Mini. Тестировал я на максимальной громкости, соответственно, воспроизводил я музыку в первом случае с ноутбука, во втором случае через Bluetooth моего смартфона. Если же проводить промежуточные итоги, у Javbon присутствуют басы, имеется подобие полноценной звуковой картины. У ноутбука же абсолютно отсутствуют басы, однако, что и в первом, и во втором случае громкость примерно одинаковая. Понимаю, что сравнение в этом случае не совсем корректно. Первое устройство он осознан для работы с документами и веб-серфинга. Второе же устройство целиком и полностью направлено на прослушивание музыки. Ну и, соответственно, оно выигрывает. Однако мне показалось такое сравнение интересным. Но результаты вот вы можете слышать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь уже окончательно подводя итоги, могу сказать, что колонка мне понравилась. Сделана она очень качественно, изготовлена из металла, соответственно, когда она холодная, это приятно лежит в руке. Интересные изгибы в дизайне добавляют какую-то изюминку колонке, что выгодно отличает ее от конкурентов. Опять же повторюсь, если вы сейчас можете найти такую колонку за более-менее вменяемую стоимость, то конкурентов у нее на самом-то деле и нет. Вот, в принципе, такой обзор и получился. Если остались какие-то вопросы, оставляйте их в описании, постараюсь ответить. Подписываемся на канал, ставим лайки и до встречи!